Очевидно, многие из нас хотят, чтобы Соединенные Штаты делали для Украины больше, чем они уже делают. Однако, я полагаю, никто не хочет, чтобы это касалось дальнобойных ракет, которые могут проникать вглубь территории России и проверять, какой будет реакция Кремля на это. Администрация Байдена действует весьма осторожно. Но давайте помнить, что украинские военные и украинский народ оказали на удивление героическое сопротивление российской агрессии. И оказание им дополнительной помощи – это правильно. Старая Европа, Франция и Германия запутались в своих решениях. С одной стороны, они хотят, чтобы российская агрессия была остановлена, но они не совсем уверены, что Вашингтон будет придерживаться нынешнего курса и не пойдет на сделку с Москвой. И что Москва, глядя на жесткую позицию этих стран, не начнет оказывать давление на них, так как у нее больше рычагов воздействия на Францию или Германию, чем на Соединенные Штаты. Если Россия продолжит игры с поставками газа, нефтепродуктов и электроэнергии, это сильнее ударит по Западной Европе, чем по Соединенным Штатам. В Берлине и Париже боятся, что американцы больше заинтересованы в достижении мира, который определяется как окончание боевых действий, чем в поражении России и возвращении к прежнему статус-кво, при котором территориальная целостность Украины будет восстановлена. Вы не понимаете, мы вас пока окончательно не решим. Нацизма не должно быть. Вы нацисты. Слушайте, а вы уже Северный Донецк, завтра по СССР заберете. Вы нацисты. ЛНР уже будет в вашей помощи. Нет, Киев. Мать городов русских. А вы на этом остановитесь? Нет, Киев, Львов. А где остановитесь? Смотря как кто вести будет. А когда остановитесь? Ну когда на, тогда остановимся. А где остановимся? Ну, я вот сегодня говорил, может быть Стоунхендж. Ну, Листрат же говорит, что это она воюет. У россиян все меньше вариантов для отпуска. Мы спросили у людей на улице, как они проведут лето в городе. В Белоруссию поеду. В сад? Бухаю в основном. Никуда. Никуда. Дом, сеть был. А почему так? Денег нет. Куда вы поедете этим летом? Никуда. В Белоруссию поеду. У него там много домов. К родственникам или отдыхать? Нет, просто сейчас, я думаю, других альтернатив нет. По Уральским вершинам. Да, возможно, в Сосерд. Там очень классный заповедник. Мам, я хочу на... Куда мы еще можем поехать? А ребенок говорит, что на море поедем. Ну, это вряд ли. Хотелось бы на байкал съездить. Наверное, в городе будем. Пока боимся, посидим в тылу. На дачу. Псад. Бабушке на дачу. Картошку там копать туда-сюда. Ягодки кушать. Я уличный музыкант, поэтому я буду петь. Бары, гулянки, парки. Друзья. А как вы будете лето в городе проводить? Работать. Экзамены по-другому никак. Бухаю в основном. Пью вино. На летниках. Дома. Везде, где есть вино. Ну, я думаю, бары какие-нибудь. В принципе, летом классно на улице еще тусить. А как в городе развлекаетесь летом? Пью. Первое судно за несколько месяцев. В Мариуполе начал работу порт, освобожденный от украинских националистов. К загрузке на борт готовят тонны металла, который предназначен предприятием Ростова-на-Дону. Новая транспортная артерия откроет новые возможности для увеличения товарооборота. Сухогруз РМ-3 заберет из порта 3000 тонн металлопродукции. В планах восстановление терминала по погрузке зерна. Его еще называют хлебным. Работы должны завершиться в июле, когда на полях созреет урожай пшеницы. В качестве одного из главных оправданий вторжения в Украину, российские власти называют деноцификацию. По их словам, в Украине якобы нацистский режим. Ну а Россия сейчас пытается этот режим побороть. Каким образом ракетные удары по жилым кварталам Харькова и Одессы, а также разрушение и разграбление Мариуполя, откуда сейчас металл вывозится в Россию буквально кораблями, помогает побороть фашизм, российские власти не уточняют. Но главное даже не это. Главное, что нацисты в этой войне воюют совсем не за Украину, а за Россию. Причем эти люди своих нацистских взглядов даже не скрывают, а наоборот их афишируют. То есть приехали деноцифицировать Украину самые настоящие поклонники Гитлера и его идей. Вот, к примеру, Евгений Рассказов, он же ТАПАС, открытый неонацист, участник формирования ДШРГ Русич, которая отметилась зверствами на Донбассе еще в 2014 году. Евгений Рассказов активен в медиа. Он долго сотрудничал с другим российским неонацистом Егором Просвирниным, который вообще-то является очень известным блогером и не так давно выбросился из окна своей квартиры в Москве. Сейчас Евгений Рассказов ТАПАС воюет в Украине и ведет свой телеграм-канал, который так и называется «Говорит ТАПАС». 20 апреля вот в этом своем телеграм-канале он разместил такой вот пост. Сегодня день рождения у нашего соратника и друга, который стал примером для многих из нас, несмотря на свой преклонный возраст. Несмотря на то, что его уже давно нет с нами, дело его живет в наших сердцах и вдохновляет нас бить укра-большевистскую мразь и множить славу великой России. Для тех, кто не понял, 20 апреля это день рождения Гитлера. А на КАМАЗе, перед которым на фото стоит рассказов, помимо российской Зе-свастики нанесен символ 88, что расшифровывается как раз-таки как «Хайли Гитлер». Другой, еще более известный участник, все того же формирования русич Алексей Мельчаков, тоже приехал воевать против Украины. О том, что он находится сейчас на фронте, сообщил в своем телеграм-канале так называемый заместитель министра информации ДНР Данил Бессонов. Бессонов издевательски пишет, что Мельчаков приехал проводить деноцификацию. И шутка здесь в том, что Мельчаков неоднократно открыто заявлял, что является убежденным нацистом. Я нацист. Я нацист. Я не буду углубляться националистом, патриотом, имперское направление и так далее. Я прямо говорю, я нацист. Можно руку скинуть. И вот таких самых настоящих, невыдуманных нацистов Кремль отправил в Украину проводить деноцификацию. Хотя, с другой стороны, чему удивляться, если даже российский министр иностранных дел Сергей Лавров откровенно делает антисемитские заявления, называл Гитлера евреем и фактически обвинил самих евреев в организации Холокоста. У Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. И мы уже давно слышали мудрость, мудрый еврейский народ, который говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. В общем, если кому-то и нужна деноцификация, так это самой России, которая давно уже превратилась в агрессивное фашистское государство, несущее угрозу всем своим соседям. Обязательно поделитесь этой информацией, друзья. Она должна дойти до как можно большего количества людей, чтобы все знали правду о том, что происходит в Украине. И подписывайтесь на канал.